Здравствуйте! Это 227 выпуск. Его хотелось бы посвятить конкретным вопросам. Правда, похоже, что они достаточно многих интересуют, но вопросы конкретные. Роксана спрашивает, почему вы почти не говорите об обучении и все утвердите о студенческой миграции в Австралию, несмотря на то, что вы являетесь образовательным агентом, насколько я вижу, с сайта ваших колледжей. И вопрос, по-моему, достаточно интересный. Я не знаю мотивацию этого вопроса, могу догадываться, но этот вопрос достаточно обладает силой воспомоществования мне. То есть, первый это ответ, спасибо за то, что вы, в отличие от многих, не поленились посмотреть, то, что я являюсь аккредитованным агентом для колледжа образовательной группы, не только для этих колледжей, для других учебных заведений, университет Центрального Квинсленда, для Холмс Института, ну и, наверное, десятка других учебных заведений, с которыми я сотрудничаю, но, естественно, в гораздо меньшей степени, чем с образовательной группой и университетом Центрального Квинсленда. Но все-таки сотрудничаю. Что касается сути самого вопроса, в действительности, большинство роликов посвящается тем вопросам, которые возникают у людей, и эти вопросы уже в меньшей степени касаются образования в Австралии. Я думаю, что, я надеюсь, что причиной этому служит то, что люди пользуются информацией с сайта Департамента иммиграции, с нашего форума, с нашего сайта непосредственно, с групп ВКонтакте, в Одноклассниках. Я думаю, что большую роль играет Word of Mouse, то есть сарафанное радио, и люди, помогая друг другу, приходят к такому положению, в котором обращаются ко мне, скажем так, уже когда они сделали свой выбор и просто просят помочь мне получить приглашение и, может быть, некоторого совета, где искать информацию по подготовке к подаче документов в посольство. Естественно, никто из наших ребят не пользуется услугами других образовательных агентов, скажем так, или различных туристических фирм, или, может быть, миграционных агентов, потому что их помощь нам не нужна, и им она не нужна. Что касается самого чьих-то образования, поймите правильно, когда работаешь, зная, чем занимаешься, и работаешь с людьми, которые прекрасно понимают, что они хотят, они как раз проскальзывают всю эту стадию выбора учебного заведения сами. Или, может быть, эти вопросы решаются в рабочем порядке, как-то там ВКонтакте или у нас на форуме. То есть, практически, вопросы могут возникать серьезные, только когда они серьезные. Выбор программы я не считаю очень серьезным вопросом, потому что, при том, что он в действительности является фундаментом всей вашей длинной дороги в Австралию, и для кого-то даже оставание, для кого-то, может быть, возврат в Россию и лучшего трудоустройства. Это в действительности очень важный вопрос, который задает вообще направление вашего движения. Но, во-первых, моя задача только помочь вам сделать выбор и, как бы, объяснить все ваши возможности и все результаты того, какой курс вы выберете, что и к чему это приведет, и, может быть, в какой-то степени помочь вам выбрать курс в соответствии с тем, к чему вы, в общем-то, расположены. Но, при том, что это в действительности, наверное, один из самых важных кирпичиков в здании вашей студенческой миграции в Австралию, он выглядит достаточно простым, он не требует моей большой консультативной помощи, вся информация есть, и люди не задают вопросов, но практически их очень мало. Какой смысл задавать вопросы мне по стоимости программы, если это все и в видах программы, это все обсуждено многократно в ВКонтакте, на форуме, и вообще можно посмотреть зачастую на сайты учебных заведений, если мы говорим об университетах. Соответственно, люди не задают те вопросы, на которые они уже имеют ответы. Для себя они, конечно, эти вопросы задают, но вы это не видите, и вы не видите той черновой работы, которая проводится на форуме, например, на нашем AustralianHeadHunters.com слэш форум, просто потому, что, по всей видимости, вы на нем либо не зарегистрированы, либо, если бывали, то крайне редко и не внимательно относитесь к тем. В общем-то, может быть, и правильно делайте, потому что вам это не надо, по всей видимости. Но я думаю, что я ответил на ваш, Роксана, вопрос достаточно полно. Следующий вопрос, вопрос от Владислава. Кому вы помогаете в большей степени? Точно не помню, как был вопрос формулирован. И, если честно, не понял контекста этого вопроса. Да могу так сказать, что помогать надо людям, которым нужна эта помощь. Не надо помогать людям, которым эта помощь не нужна. И более того, есть такой хороший анекдот, но смысл этого анекдота, он в такой истине. Не надо переводить старушку на другую сторону улицы, если ей туда не нужно. Поэтому помогать людям, которым моя помощь не нужна, или им нужна помощь, но я ее не могу оказать, но может оказать кто-то другой, или они могут справиться сами, не имеет никакого смысла. Я не буду вам помогать и рассказывать, как эмигрировать в Канаду, как поехать на обучение в Айову и так далее, и так далее. Просто потому что, во-первых, я обладаю какой-то информацией, и обладаю, кстати, возможностями вас устроить в учебные заведения в этих странах. Я этого делать не буду, потому что сам принцип, сама идея проекта Рамзес, она опирается на то, чтобы сделать приезд людей в Австралию лучше. И есть другие всякие вопросы, которые, скажем так, показывают, в чем я помогаю людям, в чем я не буду помогать, просто потому что нет времени, просто потому что кто-то сделает это лучше. Просто потому что иногда я не считаю эту помощь полезной для вас. Если эта помощь бесполезная, если вы настоятельно рекомендуете, например, поработать с миграционным агентом по поводу брачной визы, я этого делать не буду, потому что я не считаю, что для брачной визы миграционный агент нужен. Ну, это как бы один из примеров. Что касается людей, которые приезжают сюда, я бы их разделил на две части по горизонтали и две части по вертикали. Две части по горизонтали – это, скажем так, люди одинокие и люди семейные. Помощь должна в этом случае оказываться, ну, в равной, неравной степени это надо смотреть, но, опять-таки, она должна оказываться по-разному. Допустим, с теми, кто один человек, работать легче. То есть, можно, грубо говоря, сказать, делай, как я, объяснить все то, что делал я, мои друзья. В основном, это были люди, скажем так, не обремененные семьей. и, соответственно, нам было, ну, я не скажу, что легче, но нам было по-своему. Семейным людям несколько, на них накладываются несколько другие задачи. Вот помогать им надо по-разному. То есть, одиноким людям можно, грубо говоря, их подпихивать, можно с ними, если, допустим, это люди небогатые и они просто хотят как-то поэкономнее жить, поэкономнее учиться, побольше работать, как-то вот так вот. Здесь один вид помощи. И здесь помощь, конечно, достаточно бескомпромиссная. Типа, я мог, другие могли, если ты не можешь, ты не хочешь. Все. Никаких других вариантов быть не может. В разговорах с семьями, естественно, намного осторожнее, потому что либо это пара, либо это семья с детьми. И, кстати, даже страховые компании рассматривают как раз три варианта. Single, couple, family. Вот. Не зря, потому что это разные подходы. Так вот, с семьями, где нет детей, подход, по всей видимости, может быть, вот такой, тоже жестковатый, потому что этим двоим людям, которые, как говорится, семья без детей, намного легче, чем семье, и, если честно сказать, легче даже, чем двум одиночкам. Ну, просто можно посчитать. И затраты в два раза меньше, и даже затраты на образование, потому что второй едет прицепом. То есть, этот вариант достаточно легкий, и, опять-таки, помогать им можно, скажем так, в меньшей степени, потому что они обычно в меньшей степени в помощи нуждаются. С семьями, конечно, намного сложнее, потому что женский характер, это женский характер, ребенку вообще не скажешь, что где-то надо дотянуть пояс, и так далее, и так далее. Поэтому подход к семям мягкий, менее эффективный, я думаю, но тут просто поймите, вторгаются этические вопросы, поэтому нельзя подходить, как, допустим, к ребятам, которым там 23-24 года приехали. С ними, конечно, можно более жестко направлять их, и в итоге это работает очень хорошо. С семьей это просто не получится, потому что ты станешь врагом, ты даже навредишь этим, и в итоге никакой цели ты не достигнешь. Что касается дифференциации по вертикали, это по вертикали финансовой. Если человек имеет достаточно много денег, то главное ему давать выбор, давать совет, все-таки настаивать на том, что выкидывать деньги просто на ветер это бессмысленно, то есть как-то пытаться влиять на русский менталитет. А в остальном главное не мешать. Дав человеку выбор, человеку, у которого хорошие финансовые возможности, этот человек не будет никаких проблем в общем-то иметь. Поэтому не навреди. И никогда я не имел проблем с теми, у кого достаточно финансов. При этом естественно я сокращал им ихнии расходы по максимуму и никогда этим не пользовался. Хотя у других наверное был бы искус выкачать с этих людей как можно больше. Это не твое, это заработано не тобою, поэтому этот человек имеет право абсолютно на такие же учебу каким-то образом может здесь зацепиться. Здесь в действительности надо подходить достаточно индивидуально у каждого человека свои особенности. Люди отличаются не только по их финансовым возможностям, по полу, по возрасту, по уровню образования и по здоровью и нельзя к людям подходить с одной меркой. Просто в действительности есть люди, которые физически не могут осилить те нагрузки, которые могут осилить другие и поэтому говорить о том, что вот ты видишь другой там все это смог, а ты не смог, надо смотреть на человека. Возраст, пол, физические способности, образование и так далее. и так далее. Но помогать надо тем, просто кому больше, опять-таки, кто больше в этом нуждается. Помогать тем, кто в этом не нуждается, это достаточно даже опасно, в чем я в общем-то убедился. Люди обычно либо финансово независимые, либо просто по характеру независимые, они это воспринимают как твое давление и соответственно соответственным образом реагируют на это. Поэтому, когда видишь, что человеку ты не нужен, сделай ему максимум того, что ты обязан делать и потом смотри, если ему что-то надо, даже он может быть не говорит, но видно, что это надо, как-то можно вскользь ему это предложить помощь, как бы не навязывая ее. Вроде как ты можешь, но если хочешь, человек, когда не чувствует себя обязанным, он охотнее идет, он принимает помощь. Главное для таких независимых людей не поставить их в положение, что они кому-то чем-то обязаны. Но это совершенно не значит, что когда этим людям будет помощь нужна, я ее не окажу. Конечно, окажу, и я очень им благодарен, что они, будучи независимыми и такими хорошими людьми, они не отнимают это время у меня, и я это время могу отдать тем, кому я в действительности нужен. И вот возвращаясь опять-таки продолжая эту тему, вернусь к вопросу об эконом-варианте. Сейчас много приезжает семей, сейчас много приезжает пар, семейные пары без детей, сейчас приезжают ребята, которые друг с другом сдружились, может быть, еще до того, как приехали, или общаясь на форуме, то есть они могут создавать устойчивые группы, компании, скажем так, пары в плане того, что пары-тройки, друзей, которые достаточно комфортабельно живут друг с другом. Можно сказать иными словами, это люди, у которых социальная совместимость есть. Соответственно, уже в этом случае уровень доверия определенный. Соответственно, в этом случае можно подумать о том, чтобы снимать жилье на достаточно длительный срок на первичном рынке жилья, то есть пользуясь не сайтами типа GAM3, а уже сайтами типа domain.com.au, realestate.com.au. В этом случае опять-таки должен повторить, что, конечно, нету никаких гарантий, что вы это жилье снимете, которое выбрали, и вообще шансы может быть один к десяти. Но когда здесь уже есть люди, которые здесь живут, они могут это, и уже есть история рента, они, в общем-то, могут следующее жилье брать на себя и помогать вам с подселением. И вот сейчас я вижу, происходит этот процесс, я бы хотел немножко помочь людям советом. У нас есть несколько районов, которые считаются достаточно дешевыми по разным причинам. Ну, вот, Гранвилл, Промата, где мы живем, Эшфилд, относительно дешевый, по крайней мере, относительно всех остальных окружающих его районов Сиднея. Достаточно дешевый район Пенрид, точнее, недалеко от Пенрид, а Сан-Пенрид немножко подоружен, он далеко, дешевые районы в районе Сент-Мерис и Маунт-Дрюид, но они считаются, они являются, в общем-то, достаточно криминальными, скажем так, поставить там новый автомобиль достаточно небезопасно, потому что угнать его не угонят, конечно, но он может поцарапать, вот этот идиотизм свойственный, кстати, не только тем, кто, как говорится, понаехали, но, может быть, в основном наиболее бедным слоям белого населения, которые там в основном живут, плюс люди из таких районов, как Тонго, Само, Фиджи, то есть, так называемый Айландерс, особенно неприятно, то, что люди-то, в принципе, часто бывают неплохие, но вот не молодежь, дети, они немножко такие криминализированные, по крайней мере, они даже ростом побольше, покрупнее обычных школьников, поэтому это дает им какое-то, при том, что они обычно имеют ниже уровень образования интеллекта, им дают возможность для, так называемого, буллинга, то есть, третировать остальных, поэтому эти бы районы я, наверное, не рассматривал, очень хороший район Кэмпбеллтаун, он далековато, наш миграционный агент Евгений Киселев где-то недалеко живет, очень неплохой район Ливерпуль, но слава о нем идет не бог весь какая, но в принципе Ливерпуль хорош, вот, и особо я бы хотел обратить внимание на Ворвикфарм, это тот район, даже ближе к городу, чем Ливерпуль, это район, в котором живут очень много украинцев, в том числе вот эти вот конники или коневоды, или как там называют, приехавшие на 416 визу, не только потому, что там красивый ипподром есть, но и потому, что там в действительности очень дешевое жилье, соответственно, вот просто интереса ради посмотрел на сайт, нашел двухбедромник за 235, и за 265 трехбедромник, как я понимаю, с такими ценами я могу ошибаться, и цены могут, как говорится, флуктировать, но смысл в том, что до 300 вы можете найти и двухбедромник, и трехбедромник, а однобедромники до 250 могут быть просто шикарнейшие, вот, поэтому обратите внимание, если бы можно было договориться с реал-эстейтом, и с ними можно договориться, и я бы, наверное, мог это сделать, но, во-первых, я бы хотел все-таки с вашей стороны инициативы, проявления инициативы, особенно для тех, кто уже здесь живет, вот, а во-вторых, понимаете, ну, времени мало, и немножко обидно, потому что почему я должен все за вас сделать, вот, но все-таки, если это будет какая-то инициативная группа, мы можем с двумя, может быть, одним, может быть, с тремя реал-эстейтами договориться, они будут скидывать нам информацию о тех квартирах, которые по тем или иным причинам им было бы выгоднее сдать, и сдать может быть очень быстро, а это выгодно и тем, кто сдаёт квартиру, то есть хозяева, при том, что мы можем гарантировать чистоту, всё-таки русские это не индийцы, мы не засираем жильё в основном, скажем так, всё-таки студенты это люди, которые имеют определённую ответственность, ну, не хотелось бы этой студенческой визы лишаться, если разбомбил всё и убежал, но от тебя остались данные, то, соответственно, могут быть очень большие проблемы поэтому, доведя это всё до сведения некоторых агентов, в общем-то, можно надеяться на достаточно регулярное поступление жилья, и можно сделать так, чтобы в том же самом Warwick Farm жили, может быть, 10, 15, 20 наших ребят, очень удобно, может быть, 40-45 минут езды до сети, но извините меня даже из таких районов, как Когара или Райт добираться тоже 20-20 минут на автобусе или там на электричке, поэтому, я думаю, лишние 15-20 минут роли никакой не сыграют, а экономия в сотни долларов вырастает на общий срок в тысячи и тысячи долларов, тем более проблем с паркингом нет, тем более живописная природа, Сент-Джорджис-Рива там есть, хорошая рыбалка, я лично там ловил и угря, и кефаль, карп там ловится в некоторых местах, то есть, район хороший, если у вас такое будет желание, то, пожалуйста, его проявляйте. Я хотел бы еще раз повторить, возвращаясь опять-таки к первому вопросу, обучение в Австралии для меня и для моих студентов не является большой проблемой, которую мы обсуждаем на этих видео, это не является bottleneck, скажем так. В нашем проекте Рамзес эта стадия пройдена, мы все-таки научили студентов делать все самим и некоторые может быть вещи, которые появляются, необычные, например, Williams Business College, когда перехватил большую часть тех, кто идет сейчас на бухгалтерию, то есть, на бакалавриат бухгалтерии с удобным обрадованием, трудоустройством и все остальное и тем, что мы в действительности определяем политику этого колледжа. Соответственно, очень редко у нас появляются какие-то новости. Ну, в действительности появилась новость, что Украина с 24 марта переходит в основном, кроме 572 визы, на второй уровень подхода. Даже это не надо было объявлять на видео, потому что форум, все студенты знали это сразу, кому надо было знать. Видео, оно существует для того, чтобы помогать людям сделать не столько даже их выбор, сколько разобраться с чем, что в действительности людей волнует, что является спорным вопросом и что может быть интересно многим. я не собираюсь, как мои псевдоконкуренты из этих больших агентств динозавров хвалить какие-то университеты типа Моноши университет, ну и так далее, так далее. Это бессмысленно и, на мой взгляд, глупо. В сравнении с этими агентствами можно сказать, что они продают сахар-рафинад, запакованный в маленькие красивенькие блестящие пачечки, а я продаю башкирский мед ведрами. Поэтому это не выглядит может быть красиво, не выглядит скажем очень привлекательно и очень похоже на бизнес, но это выглядит больше на как говорили мне на бесплатную раздачу слонов и выдачу сыра без мышеловки. На самом деле все кроется в том, что так, наверное, удобнее и лучше сделать 10 человек счастливыми и получить с них столько же прибыли, сколько с одного человека, если ты его обманешь. То, что с 10 человеками будет сложнее, это совершенно неправда. Почему? Да просто потому, что твой авторитет работает на тебя. Люди в большей степени помогают друг другу в рамках проекта Рамзес, чем я трачу время на них. Трачу, да, на новеньких каких-то, на какие-то вопросы непонятные, на моральную поддержку людей, на объяснение того, что я сейчас объясняю, но это задел для будущих людей. Потому что человек будет смотреть эти видео и человек должен понимать, кто такой Рамзес, что такое проект Рамзес, как люди работают в рамках этого проекта, какие источники информации, какие друзья, какие сервисы можно с этого получить. И самое главное, что все это будет сделано бесплатно. Я не говорю о бесплатном образовании, бесплатном медстраховании и так далее. Это понятное дело, это берут учебные заведения, компании-авиаперевозчики, компании-страхующие вас, посольство опять-таки берет за визовый сбор, берет медицинский центр, берут переводчики за перевод ваших документов. Но те услуги, которые оказываем мы в рамках проекта, это фактически касса взаимопомощи, где люди помогают друг другу, где не не ходит, скажем так, валюта, то есть не расплачиваются за это все деньгами, то есть какие-то услуги, помощь. И соответственно в центре все-таки действительности нахожусь я, но тоже естественно ничего не беру. Но именно эта работа по всей, если уже возвращаться к коммерческой стороне дела, то я же вам объяснил уже, что в общем-то вот эта вся работа облегчает мою работу, то есть сокращает затраты мои временные на ведение проекта Рамзес и освобождает это под, если хотите, под определенный маркетинг, под рекламу, потому что этот ролик в общем-то является и рекламным в то же самое время. В общем-то я надеюсь, что вопросы Роксаны Владислава и Владимира я раскрыл достаточно полностью. Спасибо. Будем ждать 228-го ролика студенческой миграции в Австралию. Спасибо.